Здравствуйте, дорогие телезрители! Вы смотрите тележурнал «Кузбасский ковчег». Коллектив нашей программы рад поздравить вас с праздником «Введение во храм Пресвятой Богородицы». Сегодня в нашей программе. 10 декабря в праздник иконы Божьей Матери Знамени свой 25-летний юбилей отмечает главный храм Кузбассской митрополии. В Кемерове прошли третье краеведческое чтение «Духовность в культурно-историческом развитии Сибири». Известный спортсмен и политик Николай Валуев подарил верующим Кузбасса список с иконы «Всецарица», привезённый с горы Афон. 10 декабря Православная Церковь празднует память иконы Божьей Матери Знамения. В этом же году отмечает свой 25-летний юбилей Знаменский кафедральный собор города Кемерово, выстроенный в честь этой святыни. Об истории строительства храма и создании прихода расскажет настоятель протоиерей Владимир Курлюта. Знаменский кафедральный собор города Кемерово, иконы Божьей Матери, иконы Божьей Матери, иконы Божьей Матери. Это храмы, которые были разрушены или снесены в честь этих храмов, и давалось имя будущим храмам. Ну а у нас ещё здесь, конечно, промыслительно, что знамение нового времени, потому что на сломе времён, 89-й год – это ещё советская действительность, вот, и мы, значит, начали строить храм в одной стране, вот, оканчивали уже в другой стране, в России, был Советский Союз. И поэтому на стыке времён это был, ну, первый храм. Это был первый храм в России, как ни говори, из больших, новых, которые начали строиться. Знаменский собор является у нас духовным центром нашей, и епархий сейчас уже, наверное, и митрополии, вот, с присвоением нашего владыки звания уже митрополита. Вот, поэтому, ну, он начинался гораздо скромнее. Это был приходской храм, обычный приходской храм, даже церковь строилась. Вот, но потом уже, когда пришли к выводу, что надо забивать свай, проект делать, тогда уже конструктор представил нам 900 свай забивать на этот собор, вот, ну, потому что никогда храмы такие не строились, вот, чтобы это было на века. Чертежи были у фундамента, и 900 свай мы из Иске вреда забивали. Вот, ну, и отсюда уже была возможность потом уже сделать вместо 30 заявленных метров высоты уже в 60 метров высоты и он получился, благодаря вот этому решению конструктора Бабкова Федора Федоровича, уже ныне покойного. Нижний храм, он был, техническое помещение планировалось, потом уже сделали свай, и пришло, пришли предложения их сделать восьмигранными, потом пришли предложения от одного скульптора сделать консоли такие некоторые, и в целом получилось как базиличный храм в честь князя Владимира, прямо даже эту эпоху повторяет, как базилика. Ну, а наш сам собор, он, в общем-то, выдержан в пропорциях, вот, начинал его делать Дмитрий Соколов, архитектор московский, вот, архитектурную часть его, и он взял его как с московских храмов таких, вот, классических. А уже проделал дальнейший Геннадий Некрашевич, архитектор местный, даже те же вот колокола, предположим, на морозаводе, мы первые заказывали, никто их не делал за 70 лет, никто не делал такие вот иконы большие в рост, потому что иконы, мы знаем, в советские годы были маленькие, небольшие, чтобы можно было в шкаф где-то тихонечко спрятать притаенно. А сейчас это первые, вот, царские врата в Томске мы резали, вот, в Москве расписывали, москвичи расписывали иконы, писали, витражи сделали с Томска, вот, потом мрамор привозили, легко способом шло строительство, вот, и привозилось, вот, отовсюду собирался собор. Строила бригада у нас украинцев храм этот, строили только летом, зимой запасали деньги, копили деньги, материал закупали, вот, строим материал, вот, и уже так в течение семи лет. Когда уже дошли до верхних окон храма, тогда уже, уже выдохлись полностью, и тогда уже стала помогать нам администрация области, вот, после верхних окон завершения уже благодаря администрации области мы делали, благоукрашали. Вот, так вот за семь лет явился Знаменский собор. Жизнь изменилась в городе Кемерово. Люди увидели вот в этом перемену духовной жизни, свободу духовную, что не надо прятаться, потому что руководители стали в храм ходить, ходить стали люди состоятельные, интеллигентные, вот, и люди ориентироваться стали, друзья, у кого-то знакомые смотрят, они начали в храм ходить. Вот, если бы не было собора, ну, может быть, и не было такого, как бы, развития у нас в Кемерово. Да потом он дал толчок, я говорю, что он дал толчок не только нам, он дал многие регионы, они уже, как бы, кивали. Вот, посмотрите, ну, в Кемерово же сделали, значит, можно же у нас, и уже пошло строительство больших храмов. И уже сколько много людей здесь и крестилось, и венчалось, и притещалось для христовых тайн, исповедовалось, то есть он уже несет полную нагрузку. Ну, мало того, это храм, где совершаются основные у нас такие богослужения, когда владыка совершает награждения, приезжают гости. Вот, поэтому храм, естественно, является уже украшением города нашего. Привлечение широких слоев населения к изучению истории духовных традиций и культуры Сибири таковы главные задачи ежегодных историко-крывеческих чтений. В этом году, в начале ноября, в Кемеровской областной научной библиотеке имени Федорова прошел третий форум, получивший название «Духовность в культурно-историческом развитии Сибири». В нем приняли участие представители государственных, общественных и религиозных организаций, учащиеся общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования, студенты и все заинтересованные лица. Отечественная, как и многом, и мировая история культуры неразрывные связаны с православием и другими традиционными религиями. Их нельзя полноценно понять и прочувствовать, не зная духовных оснований культуры. Форум был организован по благословению митрополита Кемеровского и Прокопьевского арестарха при участии Пархиального музея истории православия на земле Кузнецкой и Кемеровской областной научной библиотеке имени Федорова. Сотрудники музея организовали также экспозицию «Светочи земли русской. 20-й век». Презентация этой выставки, посвященная новомученикам и исповедникам земли Кузнецкой, была включена в работу краеведческих чтений. Мы заостряем внимание на духовном подвиге. Вообще история Кузбасса, она очень интересная и активная в 20-м и 21-м веке. Но есть в ней такая трагическая страница, мощная и страшная, которая еще не прочитана до конца. И об этом надо говорить. И, конечно, очень важно и как говорить, или с душой, или просто дежурными фразами. Но в данном случае мы постарались как-то представить те документы и те артефакты, которые нам, казалось, не могут не задеть всякого, хоть сколько-нибудь мыслящего о своей же истории человека. Начинается эта история уже в 20-х годах. И у нас здесь вот в первой витринке уже 19-го года представлены списки репрессированных. А вообще их, конечно, сотни и сотни. И еще мы, конечно, сразу обращаем внимание на то, что уже в течение 14 лет у нас ведется довольно серьезное изучение как раз вот этих всех исторических обстоятельств, мученичества, страданий, репрессированных людей, священников, мирян, которые ссылались в так называемый Сиблак, или ГУЛАГ его еще, для всех более понятное слово, на всей территории Кузбасса. И на юге, и в центре Кузбасса, и, конечно, на севере, там, где Мариинская, Чебулинский район. А если говорить о юге, то это, конечно, Таштагольский район, Тимиртау. Там до сих пор не найдены их могилы, этих людей. Хотя многие из них прославлены уже, как святые. В 2000 году прославлены и позднее. Среди них много прославлено. Мы же могли здесь представить только несколько человек, среди которых и Григорий Аверин. Где-то его казнили вот на территории Тимиртау, но где именно его могила находится, конечно, никто не знает. И это такой, ну, и страшно интригующий еще момент. Они мученики без могил. Если бы удалось, а есть такая надежда, что все-таки это обнаружится, то удалось бы это найти усилиями экспедиции, может быть, и стараниями местных краеведов, то это было бы уже счастьем для всех нас. Работа чтений проходила в трех секциях. Региональный компонент в преподавании гуманитарных и художественно-эстетических дисциплин на территории Кузбасса, «Сибирь поэтическое» и «Краеведческое движение Сибири». Казалось, жизнь прошла уже и божеством, и листопадом, и ничего твоей душе от этой музыки не надо. Но там, на донышке души, слеза светлейшая мерцала. И как же нужно было мало, чтобы захотелось снова жить, чтобы захотелось на краю стыда, строки и полумрака, закрыв глаза, беззвучно плакать, не узнавая жизнь свою. На заседаниях секций прозвучало более 60 докладов, посвященных различным аспектам исторического развития духовной культуры Сибири и Кузбасса. Все секции были необычно многолюбны. Прозвучало много докладов, представляющих интересные авторские исследования. В этом году я решила рассказать о своем родительском восприятии нового курса «Основы религиозной культуры и светской этики». В ходе своего небольшого исследования я провела негласное анкетирование родителей. Мнения разделяются наполовину. То есть половина положительно относится, половина отрицательно, но что мне приятно, что отрицательно не из-за отношения к этому курсу, а из-за того, что просто дети очень сильно нагружены. И родители воспринимают, что вот этот курс, он несет только лишнюю нагрузку. Но меня больше обеспокоило число родителей, которые высказали, что мне все равно. Я считаю, как раз вот это является достаточно таким опасным показателем, когда родителям абсолютно все равно, что будут изучать их дети в школе, как к этому относятся. Я хотела бы сказать учителям, что вот именно на это надо обращать внимание. И «Основы религиозной культуры и светской этики» как раз позволит воспитать новое поколение детей, которым уже не будет все равно, что изучают их дети в школе. На чтениях был представлен интереснейший народный проект, ставящий свои задачи напомнить людям о том, что небольшой, но счастливый период жизни замечательного русского писателя Федора Михайловича Достоевского тесно связан с нашим краем. 6 февраля 1857 года Достоевский венчался в Адигитриевской церкви города Кузнецк, ныне Новокузнецка, со своей первой женой Марией Дмитриевной Исаевой. В судьбу писателя его Кузнецкий период вошел, в биографию его вошел. То есть он везде писал, когда указывал, что он играл в свадьбу, что его первая жена, там, венчались они с ней в Адигитриевской церкви. Вот, и, то есть тут все, все как бы правильно. А вот Достоевский сегодня, спустя почти 200 лет, можем ли мы с уверенностью сказать, что Достоевский тоже вошел в нашу историю? Если вы пройдете по нашим городам, начиная от Кемерово, Киселевского, Копьевского, Новокузнецка даже, вы ничего не увидите, то, что касается Достоевского. Парадокс нашего высокотехнологического и супернасыщенного информации времени в том, заключается, что люди, проживая в какой-то земле, в каком-то краю, на самом деле практически ничего не знают о той земле, о том крае, где они проходят их детство, юность, где они стареют, и где они, как будто бы даже похоронены. Наши чтения, я думаю, они призваны к тому, чтобы, исследуя те края, по которым мы ходим ногами, попираем это землю ногами своими, чтобы мы понимали, какова наша начальная точка, откуда мы начинаем свое путешествие в Царство Небесное. Потому что, не зная, откуда ты идешь, очень трудно найти дорогу к своей мечте. Организаторы третьих краеведческих чтений с радостью отметили, что более активным стало участие в форуме молодежи, школьников, студентов вузов и колледжей. Расширилась и география форума. В этом году были гости не только из разных уголков Кузбасса, но и из Москвы, Нижнего Новгорода, Барнаула, Новосибирска. Долгожданное событие состоялось в домовом храме Кемеровского гиперхиального управления 27 ноября. В этот день у кузбассовцев появилась собственная уникальная икона Пресвятой Богородицы Всецарица. Список иконы заказал известный спортсмен, депутат Государственной Думы от Кемеровской области Николай Валуев. Всецарицу в переводе с греческого «пантанассу» писали с оригинала 17 века в монастыре Ватапет на Афоне, специально для кузбассовцев. По древнему монастырскому повествованию, более трех веков назад к оригиналу иконы приблизился юноша. Внезапно образ Богородицы воссиял, и невидимая сила отбросила юношу от иконы на пол. Он был настолько поражен случившимся, что признался монастырским старцем в занятиях ворожбой и магией. С тех пор монахи стали отмечать, уникальная икона помогает людям с неисцелимыми заболеваниями, а ее чудодейственные силы сейчас знают во всем мире. Горячая молитва перед этой иконой избавляет от онкологических заболеваний, и об этом есть множество свидетельств. Кроме того, перед этой иконой церковь рекомендует и призывает молиться родителей за своих детей, которые страдают наркотической привязанностью или алкоголизмом. Эта икона также имеет немало случаев оказания помощи и исцеления от этих духовных недугов, когда к ней обращаются и ее просят. С иконой Всецарицы, зато недолгое время, пока она на пути к нам находилась в Москве, уже связаны чудесные события. Горячий Сергеевич, я скажу вам то, что он, может быть, не хочет сказать или волнуется. Он засвидетельствовал, что этот образ, перед которым мы сейчас стоим, находясь в Москве, перед тем, как он сюда прибыл, в Кузбасс, перед этой иконой уже совершилось несколько чудотворений. Вы нам сказали, что человек, который проживает в Москве, страдающий онкологическим заболеванием, раком крови, да, если не ошибаюсь? А, ребенок. Получил исцеление, причем врачи не могут понять, что он делал, но взяли были анализы, и эта болезнь исчезла, рак крови. По просьбе дарителя Николая Валуева сейчас икону передали на хранение в Таштагольский храм в честь святого великомученика Георгия Победоносца. При этом возможность прикоснуться к святыне будет у каждого православного верующего области. Разговаривал со владыкой, и родилась идея о том, чтобы она проезжала по всем епархиям Кемеровской области, Кузбасса, чтобы все страждущие, все, кто так или иначе не имеет возможности поехать в Таштагол, где эта икона будет находиться постоянно в храме Георгия Победоносца. Вот прикоснуться к ней, получить исцеление, получить умиротворение, успокоение. И я очень рад, что эта идея реализовалась сегодня. Митрополит Кемеровский и Прокопьевский аристарх поблагодарил Николая Валуева за подарок и благословил его на дальнейшие богоугодные дела. Вы, как представитель Государственной Думы, прежде всего представляете интересы именно населения Кузбасса. А в Кузбассе, согласно официальной переписи, статистике, более 80% православных христиан. И интересы их вы также представляете, как человек, получивший на это мандат от народа, от тружеников, от шахтеров Кузбасса. Я уверен, что эта икона принесет много пользы нашему Кузбассу, ее жителям и Русской Православной Церкви. Пусть покров Божией Матери, ее молитвенное предстательство хранит и вас, Николай Сергеевич, наших шахтеров Кузбасса, клириков, соотечественников, здравия, благополучия на многое и благая лето. Дорогие телезрители, нам очень важно ваше мнение о нашей программе. Пишите и звоните нам. Всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok